Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Рублей, что позволит создать в этом году 12 мастерских. К 2024 году их число доведут до 109. Аграрии «Башкортостан» получат 580 миллионов рублей на приобретение удобрений и техники. Субсидии предусмотрены первым пакетом мер поддержки экономики в условиях санкции. Они разработаны правительством республики. В течение года ожидается перечисление на эти цели ещё около 1 миллиарда. Ранее между аграриями уже распределили 128 миллионов рублей на закупку семян. Средства выделили для 14 районов, пострадавших от засухи. Весной очень много расходов. Несут они сложно найти средства, потому что сейчас даже все понимаем, что и ключевая ставка подросла, кредитование коммерческих условий тоже тяжело идет. Поэтому вот эта государственная поддержка с республиканского бюджета, именно это очень своевременно, и это будет хорошим символом для аграриев, конечно, хорошо провести пассивную, получить хорошее урожай, и дальше уже с хорошей экономикой вступать в следующий этап своего развития. Напомню, правительство республики представило антикризисный план поддержки экономики на сумму более 55 миллиардов рублей. Львиную долю средств 30 миллиардов направят в строительную отрасль. Для малого и среднего бизнеса предусмотрено более 1 миллиарда рублей, для промышленного сектора и системы образующих предприятий свыше 3 миллиардов. Полмиллиарда рублей направят на возмещение логистических затрат и покупку незаменимых импортных комплектующих и оборудования, и еще 830 миллионов на поддержку туристической отрасли республики. В Уфе пройдет международный форум по пчеловодству. Мероприятие состоится 20 апреля в Конгресс-холле Таратау. Основная тема будет посвящена сохранению и размножению пчел. Кроме того, участники форума намерены поговорить о механизмах увеличения производства меда. Для этого Министерство сельского хозяйства республики совместно с Союзом пчеловодов России создадут в Крыму предприятие, где будут выводить высокопроизводительные породы пчел для башкирских пасек. Напомню, на прошлой неделе Ради Хабиров подписал закон, направленный на предотвращение отравления насекомых пестицидами и агрохимикатами. С этого года к обработке полей от вредителей не будут привлекать авиационную технику. Работы намерены проводить только ночью с использованием биорастворов. Последние годы увеличилась обработка в виде химброполок. И что особенно нас беспокоит, что обработки ведутся отравляющими пестицидами первого и второго класса опасности. До прошлого года со стороны государства не было надзора за аграриями. Уже с этого года предпереданы права Россельхознадзору. И пчеловоды надеются, что теперь будет наведен порядок. Кроме того, республика начала подготовку к международному форуму АПИМИР. Он пройдет в Уфе в этом году с 8 по 10 сентября. Мероприятие заменит 47-й конгресс Международной федерации пчеловодческих ассоциаций АПИМОНДИА, который должен был состояться в Башкортостане в это же время. АПИМИР соберет производителей меда и технологов, станет точкой притяжения ученых, переработчиков, посредников продажи меда, а также производителей оборудования и инвентаря из разных стран. Компания «Агидель Инвестстрой» без торгов получит в аренду участок в центре Уфы под жилищное строительство. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Ради Хабиров. Площадь земель составляет более 4 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость – 24 миллиона рублей. Участок находится рядом с одним из корпусов Башкирского государственного педагогического университета. Ограничен улицами Чернышевского, Султанова и Нуриманова. Компания должна реализовать здесь масштабный инвестиционный проект, предусматривающий возведение многоэтажки. Общая площадь жилых помещений составит 11 тысяч квадратных метров. Застройщик будет обязан передать 24 квартиры обманутым дольщикам. Круглогодичный эко-отель планируют построить в Уфе на берегу реки Белый. Возможность реализации инвест-проекта обсудили в корпорации развития с компанией Акьяр. На начальном этапе потребуется вложить около 50 миллионов рублей. Будет привлечено 15 сотрудников. Проект эко-отеля предполагает возведение глэмпингов со всеми удобствами для отдыхающих. Территория комплекса будет оборудована пляжной зоной, детской площадкой и зонами развлечений. Посетителям будут доступны прогулки на квадроциклах, саббордах и речные экскурсии. Корпорация развития всегда приветствует инвестиционные проекты, направленные на обеспечение комфорта жителей. Совместно с инвестором мы доработаем концепцию и технические детали проекта. После этого можно будет перейти к дальнейшим этапам его реализации. Как ранее сообщили в региональном Минземе, законом установлены критерии, которым должны соответствовать инвест-проекты по созданию глэмпингов. Для предоставления инициаторам земельных участков в аренду без проведения торгов. Так к масштабным будут относиться проекты, на территории которых организовано не менее семи модулей. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.